всем привет с вами на связи дмитрий науменко и на этот раз мы поговорим о сомбре вообще реакция на ее анонс поделила игроков на две категории первая реагировала вот так что в переводе с древнегреческого значит имба вторая категория реагировала как-то так я не мог пройти мимо этой санта-барбары и помчался на тестовый сервер проверять что к чему в итоге раздобыл и проверил некоторые неочевидные геймплейные особенности и спешу с вами поделиться так как базовое описание ее умений вы наверняка уже знаете только учтите что это особенности ее текущего билда на тестовом сервере который в будущем может измениться случае изменения я попытаюсь добавить аннотации или оформить новое видео ну что ж поехали пункт 1 чей первый хак того и тапки все мы знаем что сомбра может хакнуть аптечку от этого она будет появляться в три раза быстрее и на ней не смогут хилиться соперники в принципе похоже на действие гранаты анны только с некоторыми серьезными особенностями во-первых сомбра может хакнуть не одну аптечку а столько сколько ей вздумается хоть все на карте лишь бы кулдауна хватило во-вторых хак на аптечке висит целую минуту что при интенсивном пуша иной раз на вес золота и в-третьих вражеская сомбра не может оверхакнуть ту аптечку которую взломала сомбра из вашей команды поэтому атакующим последние точки любых карт на шаровый отхил неподалеку можно особо не рассчитывать кстати имейте ввиду что при смене сомбры на другого героя эффект взлома исчезнет пункт 2 от каждого по способностям каждому по потребностям в те случаи когда сомбра не хакает аптечки она взламывает способности персонажей на добрых 6 секунд взломанный персонаж не может использовать ни скиллы не свою ульту статус готовности которой кстати сомбра делает видимым для всей своей команды вот видите галочка над головой так вот давайте теперь о мякотке этого всего нюанс первый эффект взлома распространяется только на активные способности пассивные скиллы остаются нетронутыми у там двойной прыжок и бег по стенам у генджи или гранаты после смерти у крысовчика это все действует а вот активные скиллы не только стоят недоступными они еще и прерываются от этого на полпути можно успеть остановить как шифтующего райнхарта так и летящую диву а в случае с бастионом его можно достать из режима турели но нельзя прервать его ульту но к ультимативка мы еще вернемся второй нюанс сомбра не может взломать мэй когда она находится в криостазисе она может успеть ее хакнуть как раз в момент когда мэй залазит в лед но сам криостазис при этом не отменится и мэй сможет в нем отсидеться получая свой отхил точно также не отменяется действие стены мэй если сомбра ее взламывает после установки она стоит как стояла и мэй все также сможет сама ее убрать и третий нюанс взлом противника которого усыпила союзная анна не выводит его из сна так что даже если его кто-то разбудит он будет без всех своих скиллов и без ульты пункт 3 не все то взламывается что блестит разработчики видимо вовремя опомнились и лишили сомбру возможности взламывать вот прям всю технику в игре в итоге она может взломать только турель турбьерна даже под перегревом это естественно когда турель ее не дамажит иначе процесс взлома сбрасывается в общем если быть точнее то собрать не может хакнуть турели и телепорт симметры а также ловушки крысавчика и вдовы пункт 4 фаервол касперского взлом сомбры невозможен сквозь стену мэй щиты барьеры здания пейлот и подобное но его матрицы к сожалению не поглощает не взлом не ульту сомбры а барьер зари который как мы знаем снимает все дебафы в игре дебаф от взлома к сожалению не снимает пункт 5 ультра хак помимо скиллов взлом сомбры а также и ульта могут еще и прерывать ультимативки не все конечно но может числу тех кому не повезло относим хайнон макри ракетный залп фары турбосвинство турбосвина и цветок смерти рипера последним надо быть предельно аккуратным так как высок шанс слиться в процессе взлома пункт 6 видимо невидимо второй важный скилл сомбры ее невидимость очевидно что звуковая волна ханзо и инфразрение вдовы делает ее видимой но тут конечно же есть нюанс дело в том что если сомбра ушла в инвиз до ульты вдовы или стрелы ханзо то она становится видимой если же после ситуация обратная как видите с другой стороны важно знать что любой персонаж может увидеть сомбру если она будет вот прям впритык к нему стоять но это маловероятно вы же понимаете ну и напоследок стоит уточнить что мякотку инвиза не портят и не видят ни турели торбьерна ни турели симметры не тактический визор солдата последний и разве что шальной пулей может задеть пункт 7 саппорт в никуда невидимую сомбру можно хилить и защищать барьерами но она редко вам будет благодарна за это случае с ангелом ее луч просто упирается в пустоту и следует за сомброй явно показывая где она находится и в случае с барьером зари ее шар хоть и будет пустым но тоже спалит контору исключение составляет разве что сферы дзиньяты если союзный дзен вешает орб на союзную сомбру то враг не увидит ни ее ни сферу если она уйдет в инвиз и наоборот если ваш дзиньята повесить сферу диссонанса на сомбру то ни сферу ни ее иконку вы не увидите если сомбра станет невидимой при этом дебаф от сферы не исчезает даже после окончания инвиза пункт 8 бессмертный телепорт как известно сомбра может бросить маячок и потом телепортироваться к нему с любого расстояния на протяжении 15 секунд тут уж мало мальская логика дизайна сомбры меньше всего вписывается в существующей механики овервотч начнем с того что маячок этот неразрушаемый стреляй по нему чем хочешь все по боку свои 15 секунд он отработает дальше ни бросок маячка не сам телепорт не выводят сомбру из состояния невидимости ну это еще куда не шло но вот что странно не дива не генджи не могут повлиять на бросок маячка матрица дивы не поглощает маячок а дефлект генджи его не отражает он просто отскакивает от их тел как ни в чем не бывало что касается плюс-минус привычного то телепорт сомбры довольно похож на телепорт трейсер как и трейсер она может убежать из гравитационного импульса зари и как трейсер она может выживать находясь в пределах досягаемости ульты дивы если больше некуда бежать для этого как и в случае с трейсер просто нужно словить момент и телепортироваться в момент взрыва на этом особенности сомбры у меня закончились но если у вас есть чем поделиться приглашаю вас в комментарии пока я буду работать над следующим персонажем подписывайтесь на канал смотрите другие мои видео и делитесь ими со своими друзьями с вами на связи был дмитрий науменко чао